Доброго времени суток! Это снова обзор на индекс московской биржи. Некоторые новости у нас вышли, как обычно их обсудим, как обычно мнение свое выражу. Дальше мы подумаем, что нас ждет впереди, что мы в связи с этим будем предпринимать на рынке и так далее. Ну и по традиции, меня зовут Андрей, я уже более пяти лет инвестирую на фондовом рынке России и занимаюсь доверительным управлением портфелей. Итак, по видео, что же у нас произошло за последнюю неделю, практически ничего. Индекс за неделю чуть-чуть, там капельку вырос, совсем капельку, и по сути он две недели уже стоит на месте. Это говорит ли нам о чем-то? Ну да, конечно, говорит это то, что все ждут заседания ЦБ, и оно уже произойдет в будущую пятницу. То есть мы так на финишной прямой находимся. Что по ставке у нас? Ставку все, конечно же, ожидают повышения, я тоже ожидаю повышения. Уже, наверное, никто не думает, что ее оставят на прежнем уровне или вообще снизят. Вряд ли кто-то на это рассчитывает. Костин, он вообще заявляет, что ставка в этом году будет 21%. Ну, может быть, спокойно, да. Может быть и 22% на самом деле процента. Фишка в том просто, что она теперь не особо влияет на инфляцию, повышение этой ставки. Ну и держать ее, конечно же, будут долго, в течение нескольких месяцев. А иначе смысл вот так вот повышать в период, когда, в принципе, с экономикой все понятно, повышать ее до таких значений в моменте бессмысленно. В моменте это имело смысл в начале СВО, когда была неопределенность вообще, что будет у нас происходить, как санкции будут действовать и так далее. Сейчас мы уже ко всему давно привыкли. Нам просто необходимо снизить инфляцию, чем, в принципе, ЦБ занимается, как умеет. Вопросы к ним, конечно же, есть уже теперь, потому что ставку-то вроде как повышают уже давно, а инфляция снижаться не хочет. Посмотрим, может, они правы в итоге окажутся, может быть, не правы. Но это мы увидим только в будущем. Сейчас у нас ставка высокая, нам с этим жить и работать. Ну и дальше, что же я с этой ставкой собираюсь делать с этим заседанием ЦБ? Я собираюсь его все-таки дождаться и только именно в этот день совершать покупки. Я, конечно, подумаю, может быть, если рынок за эту неделю, за несколько дней хорошо просядет, то я, конечно же, его снова прикуплю. У меня деньги есть в запасе, остатки на фонде ликвидность, и я с удовольствием его расчехлю, если рынок все-таки вниз пойдет. Если вверх пойдет, да я тоже его расчехлю, скорее всего, буду просто более точно сгупаться. Вот и все. А если взглянуть на настроение рынка, то оно разделилось. Например, Юрики, они тарят ланги, к примеру. А вот физики почему-то шартят. Это, ну, не знаю, на что рассчитывают. Может быть, рынок, конечно, и обвалится еще вниз. Тоже, как до этого я говорил, шанс на это, конечно же, есть. Вдруг там риторик какая-то поменяется, вдруг какие-то события произойдут, такие негативные, крайне негативные. Но пока что из будущих событий как будто бы для нас только позитив. И вот общаясь, например, с профессионалами, которые на рынке, ну, прям вот очень давно с сильными аналитиками, они ожидают, что после ставки у нас будет разворот. Пойдет прям разворот. Не то что отскок, а разворот. Ну, не знаю, что, конечно, докуда мы на этом развороте дорастем. В моем понимании это не будет выше трех тысяч по индексу ММВБ. Да, мы разворот, я тоже ожидаю прям после ставки, потому что в цену все будущие события, как обычно, заложены. И повышение ставки вот это, оно уже заложено. Заложено, если честно, уже повышение как будто до 21-22 процентов. Потому что это, в принципе, широкий рынок ожидает, как один из сценариев развития. И это очень немаловероятность сценария, между прочим, потому что ЦБ в целом заявляет, что они могут не остановиться на этой ставке. А ЦБ, честно говоря, в последнее время обманывает крайне редко. Поэтому, может быть, и выше поднимут. В любом случае, я ожидаю, да и много кто ожидает, что прям вот после того, как заседание ЦБ произойдет, у нас произойдет, соответственно, и разворот рынка. Докуда мы пойдем, там уже посмотрим. Ну, а вообще, в целом, настроение физиков мне не очень понятно. Даже вот общаясь с клиентами или с людьми, которые сами просто торгуют на фондовом рынке, заявляется следующее, что вот сейчас как будто покупать, закидывать деньги страшновато. Но вот начнется разворот, начнется рост. И тогда можно будет покупать. Это звучит как будто я готов покупать дороже, а дешевле меня не устраивает. Это вот представьте, вы в магазин пришли за Sony PlayStation, не знаю, там, допустим, пятым. Вам говорят, условно, там, он стоит 50 тысяч. Вы такие, ну, что-то не знаю. Вот как только его начнут все покупать, тогда и я куплю. Как будто бы он сейчас мне не интересен. Вам продавец заявляет. Ну, в таком случае он будет 1070 тогда стоить в следующий раз. Вы такие, ну, окей, вот это меня устраивает. Как бы те логика, я сейчас не очень понимаю. По-моему, покупать все-таки надо пока дешево. Вот сейчас дешево в целом. Цены очень неплохие по многим акциям. Почему не покупать, я не понимаю. Но я покупаю. Ну, и, кстати, я вот параллель проводил одну. Ну, у нас август был очень схожий с нынешним месяцем. У нас то же самое было настроение на рынке. Юрики у нас лонговали. Длинные позиции физики шортили, короткие позиции набирают. Плюс в августе у нас был обмен активами, и сейчас у нас произошел обмен активами. После августа у нас случился вынос сентябрьский. И что-то мне подсказывает, что как будто бы сейчас то же самое произойдет. Да и, в принципе, вот люди, которые очень долго в рынке, я еще раз повторюсь, которые с опытом, которые много что повидали, они все в один голос говорят, что нас ждет разворот. И он уже близко. Поэтому я тоже на это настраиваюсь, на это надеюсь. Но, опять же, у меня еще есть деньги в запасе, я их сохранил. Если у нас будет просадка большая, я готов расчехлять и докупать еще ниже. Это будет еще слаще, чем даже сейчас. Дальше, как я уже говорил, я буду покупать в любом случае. И что же покупать-то я, собственно, и буду. Что именно? Это все, в принципе, как обычно. Это нефтяники, включая газовиков «Газпром» и «Новотек». Дальше у меня, как обычно, буду усреднять свой ДВМП. Дальше я буду СКЧ вот уже усреднять. Не получается, не хочет она проваливаться обратно. Ну, посмотрим. По СКЧ ниже 90 упадет, возьму. Самое главное, чтобы не повторилась история с Сегежей, когда я ее по 1.20 не взял, ждал 1.15. Она вон уже близко к двум подбиралась. Такое, сколько совершил, практически 100%, процентов на 80, наверное, где-то. Ну, ладно, это как бы что будет, то будет. Дальше. Ну, в нефтяников я говорил, Мосбиржа. Обязательно буду брать Мосбиржу. Мечил не захотел у нас сраняться еще ниже. То есть, как я его купил, так и держу. Средняя цена у меня где-то вот 108 получилось. Что еще интересного? Озон. Я буду докупать Озон. Все-таки рискну я и буду его усреднять. У меня сейчас цена средняя 3.200, примерно 3.150. Буду усреднять. Если он еще и ниже 3.000, чуть-чуть падет на 2.900, 2.800, это шикарненько будет. Там и прикуплю. Русал я передумал покупать. Сургут нефтегаз покупать уже точно не буду. Как и Газпром нефть. У меня их нету. Ну и самое интересное, к чему я очень пристально присматриваюсь, это металлурги, это Северсталь и ММК, НЛМК. НЛМК у меня здесь нет, но есть, по-моему, ММК, да. Металлургский металлургический комбинат. Ну и Северсталь все знают уж, что такое, да. Я, честно говоря, предпочитаю Северсталь. Северсталь больше из-за того, что он более такой, с более диверсифицированными поставками. Но в этот раз я буду думать, потому что у нас есть еще компания НЛМК, которая заточена на поставки в Россию. И с зарубежными рынками сейчас у металлургов, честно говоря, не складывается. И поэтому Северсталь и ММК брать я подумаю. Может быть, я их и не буду брать. Может быть, я возьму НЛМК. У меня его нет здесь, я его не следил. НЛМК и ММК. Но отталкиваться буду от цены Северстали. Хочу его увидеть где-то по 1100. Даже вот так вот, 1050-1060. И только после этого, наверное, буду брать. Ну, от 1100 уже прям очень-очень плотно задумаюсь над покупкой. И вот, в принципе, и все так же, что не касается акций. Ну, давайте последний еще. Как обычно, я оговорюсь, что это не халяль. Мусульманам нельзя. Но Сбербанк всегда был и до сих пор остается. Очень-очень такой привлекательной компанией для покупки. Очень крепкая, дивиденды есть, постоянно есть рост. При любых проливах компания стабильная, крепкая, с шикарным финансовым здоровьем. Чему бы ее не брать. Ну, и самолет, да. Самолет до сих пор усредняю. Ждем отскока в нем тоже. Продолжим, да. Оговорочка закончилась. Продолжим. Что не касается акций о ФЗшке или облигации компании высокодоходные, например, облигации. Ставку поднимут. И, естественно, это корректнет, совершит коррекцию в индексе RGBI и по облигациям тоже. По многим облигациям доходности перевалили уже за 16% годовых. Просто уже по многим давно уже перевалил доходность. Это доходность на момент закрытия. А в момент, когда будут ставку снижать, облигации будут расти и в рыночной цене тоже. То есть это у нас сейчас на рынке сложилась такая ситуация, что покупая облигации надолго, вы для себя фиксируете такую хорошую доходность, что даже иногда можно подумать, покупать какие-то акции крепкие или все-таки облигации. Таких доходностей, ну, за мой срок, я практически 6 лет инвестирую, я не видел. И таких цен низких рыночных по облигациям, некоторые облигации, вот просто вдумайтесь, они где-то 550-540 рублей стоят при номинале в тысяче. Ну, за полцены вы покупаете облигации за доходностью в районе 16% годовых. Опять же, оговорюсь, это не халяль, но тем, кто не ограничен какими-то религиозными убеждениями, то это просто, ну, must have. Это, вероятно, необходимо. Это что касается вообще будущих покупок в целом. Зачем я слежу? Еще раз, можно это быстренько пробежаться. Следим за металлургами, спекулируем ДВМП, Газпром, Интеррао, ГМК, Лукойл, Мосбиржа. Много чего. Нефтяники и прочее, они под инвестиционные цели. И СКЧ, конечно, он средний, он как и можно и поспекулировать, и в инвестиционных целях использовать. А зон, естественно, тоже спекуляция-инвестиции там. Там надо смотреть, если доходности устраивает, его можно легко продавать. Но в целом компания, конечно, растет, растет и растет, как будто потолка пока что по ней не видно. Плюс облигации, если нет никаких у вас ограничений. И, ну, мячу еще под спекуляцию, да. И все это лично я буду делать только ближе к ставке. Если рынок просядет на несколько процентов, я буду это до дня ставки делать. Если мы будем также дрейфовать около нуля всю неделю, то дождусь пятницы, посмотрю на риторику, послушаю риторику и приму решение, что брать и сколько брать. Вот, в принципе, и все. На этом я свое видео завершаю. Если тебе понравилось, поставь лайк. Если не понравилось, поставь дизлайк. Это будет справедливо. Если ты с чем-то не согласен, добро пожаловать в комментарии. Я всегда готов подискутировать, поспорить, услышать, так сказать, альтернативное мнение. Также хочу напомнить, что у меня есть два телеграм-канала, открытый и закрытый. Там много что интересного. Доступ в закрытый канал доступен, в принципе, любому даже школьнику. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего и хороших вам прибыли. То, что вы сейчас услышали, это всего лишь одна из тем, о которых я рассказываю. Ссылки я оставлю либо в описании, либо в комментарии. Буду рад вас видеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!